Продолжение следует... И главное, позвонки, которые уже разрушаются. Поэтому мы сейчас у нашей пациентки кладем пальчики на среднюю линию живота, область пупка и вылавливаем пульс. Где бы он у нас не был, это все будет правильно. Когда мы положили руки на пульс, на брюшную аорту, у нас начинается ощущение, в каком месте пациентка нам ручкой покажет сейчас, где у нее пошло ощущение дискомфорта, боли, куда все пошло у нас. У нас левая сторона, поясница, а значит у нас пошло изменение кровообращения в почках. Мы диагностируем сейчас, в каком месте у нас идет застой. Значит мы говорим почка, левая ребра, наверное, безреберная часть пошло, небось до левого плеча дошло. Вот так, левое плечо пошло. То есть, ребят, мы сейчас восстанавливаем кровообращение. Позвонок, как ощущается сам позвоночник? Что там происходит сейчас? Что за ощущение? Легкое сжжение. Легкое сжжение. То есть, мы начали кровоснабжать позвонок, который меняет дегенеративно-дистрофические нарушения. И он не разрушится до грыжи и протрузии, если мы ежевечернее будем кровоснабжать с вами позвонок. Ощущение прекрасное, потому что впервые мы залезли в болото. И это болото убираем. Теперь мы смотрим на живот. После того, как отработали брюшной аут, видите, насколько закисление. Вот мои пальцы все здесь остались. Хотя я не давила. Дуновение ветерка. Вы как на пианино, вот так вот пальчики кладете. Просто слушайте пульсацию. И ничего более. Ибо у нас и так меняется диаметр брюшной ауты. Теперь мы должны отработать шов. Шов мы начинаем с вами отрабатывать с места паховых лимфатических узелков. Вот они. Поэтому кладу свои пальчики на шов, чтобы они ощущали нитку шва. И начинаем с вами диагностировать, какие проблемы родил этот шов. И мы корректируем с вами спаечную болезнь живота, регулируя шов. Итак, куда мы приходим с вами? Также в поясницу. Также в поясницу. То есть, если мы не будем с вами ежевечернее отрабатывать шов, мы будем иметь дальнейшее разрушение позвонков. Поэтому сейчас у нас сначала ощущение четкое, потом оно становится смешанным, спокойным, да? Более развяженным. И мы говорим, мы должны дождаться ухода ощущений через брюшную ауту, дождаться ухода ощущений по шву, и затем пройтись потихонечку змейкой, дабы доработать болевые ощущения в животе. И после этого уже делать диафрагмальное дыхание, завершающее в этом разделе работы с животом на ночь. Поднимаете высоко животик большой, его делаете, умничка. И задача опять найти боль. Зафиксировать эту боль и дождаться ее ухода. Все потихонечку. Поймали боль? Где поймали боль? Показать мне ручкой в каком месте? Вот оно, мы говорим, что нисходящий отдел кишечника. Значит, мы его не доработали при работе с животом, когда или мячик катали, или ручкой проходили змейкой, да? А теперь мы уберем максимально животик туда, то есть сдуем его, не поднимая плеч на произвольном дыхании, убираем животик, достать кубком до кушетки. И опять останавливаемся на первой боли. Где первая боль? Пациентка хорошо работает. Верхний диафрагмальный лимфатический узел. Вот он под диафрагмальный лимфатический узел. Пока у нас эта беда есть, левая легкая поджата, значит, мы будем иметь всегда возможность от кого-нибудь заразиться. Значит, задача сейчас у нас при диафрагмальном дыхании вот это место продышать как следует. Поэтому сейчас мы попробуем убрать вот это место туда, то есть напрячь мышцы вот здесь. И достать боль. Показать мне, где боль возникла. Отлично, отлично. Ждем. Ждем сейчас подержать эту боль, она у нас уйдет. То есть мы говорим панкреопатия. Под диафрагмальный лимфатенит механическое сдавление левого легкого. Все это можно делать как днем, так и вечером. Постоянно подышивая животик, мы должны убрать боли. Боли нет, и мы спокойно. Нет закисления, значит, нет закисления, нет размножения грибов, кальдиномикоза, слизистых оболочек. Удачного вам хорошего дня с легким животом и головой. Мы сегодня с дамой, которая находится на выполнении ежедневных обязательных мероприятий. Сколько времени уже? С января месяца. С января месяца. Стало быть, сейчас мы имеем осень. То есть полгода это стабильной работы. Сосредоточимся с вами на том, чтобы понять, какие ошибки при осуществлении и выполнении ежедневных мероприятий мы делаем. И чтобы другим просто соломку подложить, чтобы они это не сделали. Ну так что там самое главное в ошибках у нас? Ну самое главное это не спешить. Вот умничка. Поэтому не двигаться вперед, пока предыдущее что-то не выполнено. Да, да, да. То есть я захотела очень быстро, но так как у меня уже проблемы с головой, поэтому я все хотела исправить сразу все тело. Или я говорю проще. Если мы болото имеем в тело, то вычерпывать тину с этого болота нужно по стаканчику, по чуть-чуть, помаленечку. Значит, самый криминальный участок, который у вас показывает, что в организме что-то не так. Левая, надключичная зона и правая. Но левая больше. То есть там, где находится вот та самая крышка унитаза. Я очень долго думала, как назвать это место, но чтобы всем запомнилось. Мы ежедневно ходим в туалет, поэтому не так знаем, что это такое. Вот. Какие ощущения вот первично, к чему держание грубой руки, потому что наверняка грубо-то. Да, конечно, я начала очень грубо. Очень грубо. К чему приводило? К каким последствиям? Ну, сразу головным болем. Какая-то точка боли из всего в голове оказалась ощутимой? Ну, вы знаете, сначала начиналось все с зубов. О, то есть вы чувствовали зубы. То есть вот это место. Потом все поднималось вверх, и вся голова полностью сразу плыла. Вот так. Сразу плыла. И сколько вы минут могли первоначально держать? Очень мало. Ну, то есть только я вообще... Каких минут? Секунд. Да, конечно. Просто я присоединялась, минута проходила, и все. Скажите, а ранее, до ежедневных обязательных мероприятий, вообще обращали внимание на состояние своей головы? Да, я была в больнице уже. Вы имели исследование сосудов мозга? Да. Но я не обращала на них внимания, потому что... И доктор не акцентировал внимания? Да, мне никто не описывал ничего. Я начала только это думать после того, как вот Ольга Ивановна посмотрела, и начала смотреть, вот сама просто исследовать. То есть я даже никому не ходила, потому что так у меня ответ от врачей не получила. Обычно вы там, наверное, на капельном каком-то введении лекарств находились, да, в стационаре? Ну да, да. Но я уже сразу ощутила, что вообще ничего. Не ваше тело. Да, я задаю вопрос, что происходит с головой, мне никто не отвечает. Ну что у вас там, ну мигрень там какой-то там вестибулярный, как мне говорили. Вестибулопатия, да? Да, то есть, ну да, кружится у вас голова. Я говорю, ну не может это делаться просто так. И на каком шажке мы получили изменение состояния головы? В чем мы продвинулись? Уши сначала отложила, глаза, голову непосредственно. Ну здесь даже я не так скажу. Вы знаете, стало просто постепенно увеличиваться время держания руки. Так вот, хорошо. И да, начинает с зубов, ушей, зубов, а потом, значит, голова. Но оно как бы все равно еще держится, да? Оно держится. Но время держания руки увеличилось. Сама по весу голова полегче стала? Да, да, да. То есть, она становится легче, но... Опять возвращается. Опять возвращается. То есть, она опять возвращается, и получается, что вообще я это делаю два раза в день. Ну вот уже вот такое. И это поддерживает, чтобы как-то с этой жизнью ладить, да? Да, да, да. Мы убрали острый процесс. Теперь нам самый сложный, собственно, убрать. Самое главное, вот я говорю, основная ошибка моя была то, что я хотела очень быстро... Получить результат. Получить результат. Так хотелось верить в сказку, да? Ну поняла, что грубость и быстрота... Да, это не есть качество. Это не есть качество, да. Что пожелаем ребятам, которые начинают заниматься ежедневно обязательным мероприятием? Вот так, что на язык пришло? Ну, первое, это... Ну, для меня это первое было. Это осознать, что это нужно. Вот для меня это самое главное. Потому что когда мозг осознал, что тебе это нужно, что это тебе поможет, и что просто нужно для этого время. И не гнать никуда лошадей. Умничка. И делать все вовремя, но делать это каждый день. Потому что если хоть один день вы пропустили, опять идет, сразу же идет возврат. Все вернулось назад, опять отек. Опять отек, потому что убрать клапанную недостаточность, изменить состояние клапанов, это очень длительное время. Ну что, пожелаем всем здоровья. Да, да. Удачи. Спасибо.